Всем привет! Меня зовут Анастасия, GS. Уже какое-то время я не появлялась на YouTube, но за это время я изучила очень много информации, очень много практики. У меня есть большое желание делиться этим всем с вами. Еще до того, как 24 февраля российская армия напала на Украину и началась война, я записала несколько роликов, которые планировала выпустить, но так этого и не сделала. Сейчас я все же планирую это осуществить, но перед этим я считаю нужным высказать свою позицию и в первую очередь события в Украине очень тяжелые, очень страшные, и каждый из нас это переживал, переживает по-своему, каждый из нас проходит это по-своему. Мы видим чудовищные, невероятные просто преступления против людей. Это все очень тяжело. Я считаю, что каждый из нас должен помогать как может, делать то, что может, поддерживать других. Это все важно. Но также я считаю, что очень важно держать свое внутреннее состояние, продолжать жить, продолжать радоваться, находить все возможные способы, чтобы вытаскивать себя из стресса, уныния, апатии, нежелания ничего делать, нежелания радоваться и нежелания жить. Потому что это очень разрушающие чувства. Так дальше продолжать нельзя. Все, что мы сейчас наблюдаем, все эти страшные видео, все эти страшные новости имеют очень большое влияние на нашу психику. И далеко не всегда мы можем справиться со всем количеством того, что на нас льется сейчас. Поэтому я призываю по возможности ограничивать то количество информации, которое мы сейчас получаем, и дозировать ее, чтобы не было перегруза нашей психики, чтобы наше состояние не уходилось слишком вниз. Сейчас я планирую продолжить вести свой YouTube, делиться своей жизнью, делиться каким-то пройденным опытом, своими знаниями, просто тем, что заряжает меня, тем, во что я верю, тем, что меня радует. Буду просто транслировать все то, что заряжает меня. На этом все. Не буду долго разворачивать эту тему. Просто скажу, что у меня очень много чувствований, сопереживаний, невероятное чувство единства со своим народом. И я также, как и мы все, ждем наступления мира в нашей Украине. Всем пока. Продолжение следует...